Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вам предлагаю поработать с оверлоком. Сегодня у нас будет чистка, уборка, смазка, замена лампы, ну и другое техническое обслуживание. Для начала нам нужно вынуть нитки. Что-то не получилось у меня. Не разрезаю нитку и сейчас тихонечко вот отсюда вытягиваем. Бывает. Так, катушки убираем. Дальше. Для чистки используем пылесос и щеточки. Если нет кисточек специальных, которые были приложены к оверлоку, если нету такой, то лучше купить кисти для акрила и ими чистить машинку. Так. Рутинная чистка. Чистим кисточкой. Большой мусор можно вытянуть пылесосом. Конечно, лучше перед чисткой иголку вынуть. То есть, все вот это вот кисточкой вытаскиваете. Обязательно кисточкой, не тряпочкой, не это. Только кисточкой. Лапку тоже можно вынуть. Лапка вынимается непросто. Отжатием вот этого рычажка. Лапку тоже чистим. Тоже кисточкой. Зубчики тоже все почистили аккуратненько. Села. Молодец. Так, дальше там все вычищаем с двух сторон. Пытаемся подобраться. Это у нас рутинная чистка, которая делается после каждого проекта. Какое масло я использую? Использую Аврору. На даче у меня вот это вот масло. Купил мне его муж. Оно специальное для мелких деталей предназначено. Теперь капельку масла. Вот где вот у нас показано ойл. Вот. Вот это вот ойл. То есть вот этот поршень нам нужно смазать. Капельку туда. Капелька добавляется желательно каждый раз, когда вы садитесь за оверлок и немножко прокрутить. Вот это вот рутинная чистка, уход за машинкой. Теперь генеральная чистка. Что касается генеральной чистки. У меня ее делает муж примерно раз в пять лет. Я этим не занималась. И сейчас я буду делать это первый раз сама. Это первый момент. Второй момент машинки вот этой вот Элни у меня лет десять. Но активно я ею стала пользоваться примерно года два назад. То есть она у меня по идее новая. И ни разу не вскрывалась. Поэтому я сейчас это буду делать с вами первый раз. Давайте начнем. Но перед этим я вам покажу смену лампы. Если вдруг у вас лампа сгорела. Вот здесь вот сбоку просто отщелкивается вот эта дверца. И вот она меняется лампа. Просто выкручивается и вкручивается новая. Тут уже немножко подчистим. Так. Ну и теперь давайте с Богом. Вот это вот как вы видите. Это вид сзади на машинку. Вот она просто выкрутила. Просто выкрутила. Там торчит винтик. Вот здесь резьба. Это все снимаем. Так. Тоже пылесосом. Или кисточкой проходимся. Нам понадобится отвертка крестообразной формы. Отсюда снизу выпал вот этот шуруп с колечком. На вот этот шуруп насаживается антенна. То есть она потом вставляется снизу вот сюда. И вот эта вот шайбочка вставляется туда. Надевается она в шуруп туда. Дальше у нас есть вот эти вот заглушки. Так. Вот эта вот вся задняя часть. Вот это она вот цельная. То есть она у меня сейчас двигается. И ее не снять получается. Так. Как меня учит все время муж. Не затягивай до конца винты. Иначе можно сорвать резьбу. То есть аккуратненько. Вот как только начало сопротивляться немножко. Чуть-чуть еще и отпускаем отвертку. Так. Ставим заглушки. То есть с этого боку у нас не получилось с вами. Давайте поставим все обратно. Так. Теперь давайте попробуем подобраться снизу. Вот эти четыре винта. Четыре. Давайте их и попробуем. Вот эти два шурупа у нас держат пружину вот этой вот дверцы передней. Да, забыла сказать, что чистка раз в пять лет. При том, что я шью на машинках я шью примерно час в день. В среднем у меня получается чистого времени отшива. А на верлоке у меня получается намного реже. Поэтому как-то вот. Если так. Тихонечко вот сняли. Вот у нас такая красота получается. И вот смотрите, у меня за все время здесь вот такой вот мусор скопился, который надо убрать. Я пылесосом это все вычищу. А интереснее мне сейчас вот здесь вот. То есть вот это вот убираем. Сразу видно, да? Вот здесь вот накопилось. Вот это вот все. Можно лучше вычистить. Вот какие-то вот здесь вот пыльности. Да, отлично. Вот там вот видно, что тоже скопилось. Смотрим у нас для шурупов. Шурупов. Вот это раз. Вот это два. Вот это три. И вот этот четыре отверстия. Не теряем. Обратно, чтобы закрыть. Это ж нужно будет правильно сделать. Так, это все убрали. Так, теперь смотрим, где у нас можно смазать. В принципе, все, что движется, все, что крутится, смазывается маслом. Сейчас еще раз. Вот где у меня было ойл написано. Вот этот вот. Где написано ойл. Сейчас подкапнем сюда. Сюда маленько. Так, здесь вот какая-то дырочка. Что если мы в эту дырочку капнем? Уп! Ну что получится? И куда она капнула? Так. Терезь. Куда она капнула? Ага. Так, девочки. Вот эта дырочка. Она, похоже, капнула. Вот. Вот сюда вот, на вот эти вот детали. И как-то так сразу мягко пошла машина. Просто замечательно. Так. А если мы еще так подкрутим, что там дырочка напротив дырочки встанет? Точно. Да-да-да, капает на эту деталь. Точно. Девочки, открытие. Открытие. Гениально просто. Спасибо за вопрос. В комментариях была просьба, как смазывать. Огромное вам спасибо. Иначе бы я еще долго сюда не дошла. Так. Вот сейчас вот. Вообще все подобные дырки, они сделаны для капелек масла. По идее-то. По идее-то. Так. Девочки, я вам дала наводку. Я вам показала, как можно сделать. Вот где вот все, что крутится, все, что вращается, в принципе, оно смазывается. То есть, вот немножко вот везде так подкапать. И вам машинка уже скажет спасибо. Так. Я лью буквально по капельке в каждой... Хотела сказать сустав. Ну, похоже, да, сустав. Еще раз огромное спасибо, девочки, за вопросы. Вообще, задавайте вопросы. И будем создавать канал вместе. То, что вам интересно. То, что вам полезно. Машинка... Ой, машинка какая-то у меня хорошая. Так. Куда еще? Вот сюда вот. Вот сюда вот. Там. Это у нас... Это у нас... нижний петлитель. Вот этот вот. А вот это у нас... Не помню, как называется. Который этот... Пятая нитка. Отлично. 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 Дальше. Ну... Давайте остановимся на этом. Потому что, в принципе, машинка более-менее чистая. Ну, вот где-то я вот подмазала. Где достала, да? Где достала, там подмазала. Вот с этой пипеткой можно подлезть поглубже. Налила масло в пипеточку. Туда глубже. Подлезу. Вот, молодец. Так, вот туда... Ой-ой-ой-ой! Полелось-полелось. Туда маленько. И подкрутить. Каждый раз подкрутить. Чтобы масло распределилось. Так, ну... В принципе, все. Сейчас пылесосом пройдусь. и будем закрываться собираем все обратно вот чтобы посадить панель откройте вот эту вот дверцу тогда у вас панель сядет легко как сажаем обратно схватился шуруп прокрутили сильно не затягивая вот схватился все сидит после того как вы все шурупы винтите только после этого можно их подтянуть до конца иначе у вас перекосится панелькой и вы остальные шурупы не посадите нормально вот тоже пылесосом сейчас так теперь аккуратненько закрываем переднюю так закрываем потекло масло это конечно надо все оттереть слегка почистим здесь так и сейчас поставим обратно нашу антенну и в этот одевать лучше пинцетом отлично вставляем антенну и все оверлок у нас почищен смазан ну вот и все оверлок у нас почищен смазан готов к работе к заправке нитей и так далее советую для начала немножко пошить на лоску точка чтобы мало ли если вдруг масло где-то там про про текло на участки где проходит нитка то чтобы его вымыть оттуда ну и собственно все если есть вопросы если есть пожелания задавайте пишите в комментариях пишите отзывы было ли видео вам полезным а я с вами прощаюсь всем всего хорошего доброго светлого и до новых встреч после слове пока я сидела просматривала видео отснятое для ролика мне пришли в голову две мысли поняла как можно закрепить антенну чтоб она не не шаталась это во первых а во вторых забыла вам показать как смазывается игловодитель это там же где и лампочка между железной металлической панелью и пластиком есть маленький лаз под лаз и там на на вот этой вот оси игловодителя есть отверстие в которое заливается масло вот и иного пути я не нашла потому что ну как бы это должно быть и должно быть доступным потому что все таки активная часть машины и требует смазки то есть масленка должна быть вот такого типа с длинным носиком тогда вы подлезете вот этим носиком я сделать это не смогла слишком далеко и не попало то есть не зря в комплект келни входит вот такая вот бутылочка с маслом она у меня новая я ею ни разу не пользовалась пробочку вынимаем оттуда пиленькую можно закрутить так вставляется вот этот носик убирается да я сейчас посмотрим с вами как она есть вот она дырочка да 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 теперь точно все всем желаю всего хорошего и до новых встреч